Строительство газопровода «Сила Сибири» вышло на финишную прямую. Это один из ключевых объектов восточной газовой программы компании «Газпром». Монтаж самого трубопровода полностью завершен. В настоящее время полным ходом ведутся пусконаладочные работы. За масштабной стройкой на территории республики Саха наблюдала Елена Нечаева. Эту карту магистрального газопровода «Сила Сибири». Вот она, крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Тонкой линией на бумаге обозначены свыше двух тысяч километров трубопровода. «Сила Сибири» преодолевает горы и реки, тайгу и болото, вечную мерзлоту и сейсмоактивные районы. А проложили эту магистраль тысячи людей, самоотверженных и по-настоящему преданных своему делу. До минус 60 порой бывает, наши температуры опускаются нижние точки зимой. Приходилось не заглушать технику, работать в круглосуточном режиме, выхватывать те моменты, когда температура позволяла ввести сварочно-монтажные работы, поднимаясь, соответственно, до минус 35 в течение дня. Здесь, в окрестностях города Алдан, сегодня строится сразу 47 объектов, входящих в состав базы линейно-производственного управления. Административно-бытовое здание, ремонтные мастерские, крытые стоянки и автомойки и, конечно, крупный жилой комплекс. В этом жилом комплексе смогут разместиться до 150 специалистов. Они обеспечат бесперебойную работу не только этой промплощадки и магистрального газопровода в Алданском и Олегминском районах, но и крупные компрессорные станции, расположенные в глухой этаге за 200 километров отсюда. А здесь им создадут максимально комфортные условия для отдыха. Всего для обслуживания газопровода будут построены 5 таких баз. В городах Алдан, Нерюнгри, Ленск, Свободный и Сковородино. Для обеспечения бесперебойных поставок газа будет возведено 8 компрессорных станций и более 100 крановых узлов. На каждом кранном узлу стоит телемеханика. Вся информация по давлению газа, по его содержанию поступает на диспетчерский пункт УПУ. Работать на силе Сибири будут в основном местные жители. Причем почти треть кадрового состава – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Все они прошли строгий отбор, обучение в корпоративном институте и стажировки в действующих филиалах компании «Газпром Трансгастомск». Специалисты узкого профиля приезжают сюда со всей России. Каждый метр мы прошли собственными ногами. Мы готовы к безаварийной работе. Елена Нечаева, Андрей Никифоров, Вести, Томск.